Всем добрый день! Это дайджест основных событий за неделю на канале Медвестник ТВ. Сегодня в программе. Уголовный кодекс пополнится статьей за препятствие медикам в работе. В Госдуме подготовлен законопроект о культивировании наркосодержащих растений. Антитабачная концепция будет утверждена в этом году. Скорая помощь пересаживается на газели. Каждый пятый россиянин чувствует себя абсолютно здоровым. Теперь об этих событиях подробнее. Правительство России подготовило предложение по законопроекту, вводящему в Уголовный кодекс статьи о воспрепятствовании в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинских работников. Госдума готовит его к рассмотрению во втором чтении. Виновник получит до двух лет, если из-за его действий был причинен тяжкий вред здоровью больного, и до четырех лет, если медики опоздали к пациенту, и он умер. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил в интервью российской газете, что действие этой статьи закона будет распространяться на любые помехи, не связанные напрямую с насилием или повлекшие вред. Например, если врачей не пустили к больному, закрыв дверь, не дали проехать скорой помощи во дворе, и она опоздала к больному, это тоже будет расцениваться как преступление. А если в отношении медиков применялось еще и насилие, то виновным будет инкриминировано несколько статей Уголовного кодекса, отметил юрист. В феврале Общероссийский народный фронт сообщил о намерении направить в Госдуму предложение по ужесточению наказания за нападение на медицинских работников. Эксперты ОНФ предлагают приравнять медиков к сотрудникам правоохранительных органов и других властных структур, покушение на которых во время исполнения служебных обязанностей наказывается гораздо жестче. Авторы поправок ссылаются на большое количество нападений на медработников, чаще всего сотрудников скорой помощи и приемных отделений. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал к принятию во втором чтении проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах в части совершенствования порядка культивирования наркосодержащих растений с учетом поправок. В первом чтении закон о проект был принят 15 марта. Член комитета Александр Петров подчеркнул, что мак будет культивироваться и перерабатываться только двумя государственными предприятиями под жестким контролем и охраной Росгвардии. Проекты нормативных правовых актов, которые должны быть подготовлены и представлены депутатам к третьему чтению, обеспечат эффективную систему безопасности всех работ с наркосодержащими растениями на всех этапах – селекция, посев, выращивание, сборы, переработка маковой соломы для получения субстанции и изготовления готовых лекарственных препаратов, цитирует депутата пресс-службы комитета. Закон о проект разработан правительством РФ во исполнении указа президента и устанавливает правовую основу организации полного цикла производства наркотических средств и психотропных веществ из культивируемых наркосодержащих растений на территории Российской Федерации. Культивирование мака снотворного позволит отечественным фармацевтическим компаниям производить из собственного сырья социально значимые лекарственные препараты, опийные, наркотические энергетики, широко применяемые для обезболивания в палеотивной помощи и онкологии и хирургии. Это исключит зависимость от зарубежных поставщиков субстанций. Концепция госполитики в области противодействия потреблению табака будет утверждена уже в этом году, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. По словам Олега Салагая, после утверждения концепции будут разработаны план действий по ее реализации и соответствующей законодательной инициативе. Заместитель министра отметил, что в концепции уделяется внимание не только традиционным формам потребления табака, но и электронным сигаретам, распространенность которых увеличивается в России, как и во всем мире. Существует мнение, что эти изделия являются менее вредными, но международная научная общественность с этим не согласна. Именно поэтому Минздрав исходит из того, что они должны регулироваться так же, как и другие табачные изделия. Это сбалансированный подход, если учитывать, что в некоторых странах они в целом запрещены. «Мы полагаем, что электронные сигареты должны регулироваться в рамках антитабачного законодательства, на них должны распространяться те же принципы и ограничения», выразил он точку зрения Минздрава. Ранее сообщалось, что основными целями антитабачной концепции на 2019-30-е годы является постепенное снижение табакокурения, возможный вывод табачной продукции из оборота после 50-го года. Ведомство рассчитывает, что к 2040-50 году будут курить только 5% граждан. Заместитель министра привел данные, согласно которым, несмотря на достигнутое в последнее время снижение потребления табака на 20%, его распространенность в стране по разным оценкам составляет в среднем 30%. Ежегодно около 300 тысяч россиян умирают от заболеваний, связанных с этой вредной привычкой. Замена импортных автомобилей на машины российского производства в системе скорой помощи не привела к ухудшению работы медицинского транспорта. Об этом на 18-м конгрессе «Скорая медицинская помощь-2019» в Санкт-Петербурге заявил главный внештатный специалист Минздрава Сергей Багненко. Еще 10-15 лет назад мы с ужасом думали, что нам дадут «Газели», вспомнил он. Но давайте честно скажем, что они стали лучше. Несколько пакетных заказов машин скорой помощи у российского автопрома привели к тому, что инвестиции были вложены в отечественные автомобили, и они теперь качественнее. По данным эксперта, число и доля машин, использующихся от 5 до 10 лет, в последние годы менялись несущественно. В 2014 году на них приходилось 49,8% автопарка скорой помощи, в 2015-м 46,5%, в 2017-м 42,5% и в 2018-м 47%, соответственно. Сергей Багненко заявил о намерении быстрее обновлять автопарк и ежегодно заменять 10-15% машин. Однако уточнил, что ситуация не критическая, важно лишь не допускать ситуации, когда в течение года пришлось бы заменить большой процент техники. Каждый пятый россиянин чувствует себя абсолютно здоровым. Опрос на тему ЗОЖ показал, что россияне активнее пошли на диспансеризацию. Непьющих стало меньше, а число курильщиков не изменилось. Диспансеризацию в текущем году прошли 19% граждан против 15% в прошлом. Еще 39% были на комплексном обследовании в течение последних трех лет, сообщает ВЦИО. Следят за своим питанием сегодня 59% россиян. По рекомендации врача соблюдают диету 7%, 13% выбрали ее сами. А 39% просто стараются принимать здоровую пищу. Посетовали на невозможность следить за своим рационом из-за нехватки денег. 19% опрошенных, в 2018 году их было 14. Чувствуют себя совершенно здоровыми, поэтому едят все 21% респондентов. Курильщиков в 2018 году было 29%, в 2019 их столько же выкуривают пачку или более в день 17% и 16% соответственно. Среди мужчин, курящих больше 47%, год назад 40% россиян утверждали, что вовсе не пьют спиртного, а в 2019 таких 33%. В возрасте 60 плюс их 43%. Время от времени выпивают 67% граждан, но не чаще нескольких раз в месяц. Таких подавляющее большинство. В январе ОНФ сообщил, что приверженцами здоровой жизни себя считают 65% россиян, но соблюдают правила ЗОЖ всего лишь 0,4%. Совсем не задумываются об этом 6% респондентов. Широкая информационная кампания, призванная мотивировать людей к здоровому образу жизни, запущена с начала 2019 года. Минздрав разработал ее с психологами, психиатрами, психотерапевтами и лингвистами. Ведомство стремилось, чтобы призыв ответственно относиться к здоровью люди не воспринимали как назидание, не раздражались и не отвергали его. Накануне стало известно, что ФАС согласовала разработанную Минздравом ЗОЖ-стратегию Минздрава, который учел замечания службы. Они касались отнесения продуктов питания к вредным для здоровья или полезным, противоречий в показателях охвата населения диспансеризации и так далее. ФАС не поддержала также увеличение ставок акцизы на алкогольную продукцию с целью снижения потребления спиртного. Это были основные события недели. Читайте нас онлайн на портале медвестник.ру и смотрите нас на канале Медвестник ТВ. И будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА